Привет, ребята! Сегодня мы начнём приключение с маленькой красной машинкой, которую зовут Вилли. Вилли выставили на продажу, но никто его не купил, и теперь его хотят отправить на переработку. Но даже у маленькой машинки есть свои мечты, и у Вилли есть своя мечта, он хочет участвовать в гонках. Так давайте же поможем ему преодолеть все препятствия и осуществить её. Вилли смог выбраться с автосалона и попасть на тягач, который перевозит новые автомобили. Но на этом его приключения не заканчиваются, а только начинаются. И с нашей помощью Вилли переберётся на грузовик, который перевозит игрушки и сможет выехать на дорогу и самостоятельно продолжить свой путь. Сколько ещё приключений ждёт нашего Вилли впереди? Ему ещё не раз придётся выбираться из сложных ситуаций. И вот одна из них, и мы её постараемся разрешить быстро. Сбросим огромную почтовую коробку сверху на Вилли, чтобы он смог незаметно пройти камеры наблюдения. Ну что же, дело сделано, а теперь наблюдаем за самим процессом. Замечательно, камеры не заметили Вилли. Смотрите, это же платформа с пружиной, которая сможет подкинуть нашего Вилли. Вот как замечательно у нас получилось. Далее мы попадаем на завод по утилизации старых авто. И можем наглядно увидеть, что могло ждать маленькую красную машинку. Так, сейчас мы с помощью магнита переправим Вилли на следующую платформу. Так, магнит держит нашего Вилли очень хорошо. О нет, посмотрите, какой огромный трактор. Он хочет столкнуть нашего Вилли, нужно что-то делать. Хух, в последний момент мы успели нажать на кнопку и сбросить груз сверху на трактор, что нас и спасло. Ну что, Вилли, нам можно продолжать свой путь? Чтобы нас не узнали, мы немного изменим внешний вид Вилли и посмотрим, как же происходит крупноузловая сборка автомобилей. В первую очередь берется кузов автомобиля и окрашивается в нужный цвет. Далее устанавливаются колеса с дисками. Размер и вид дисков можно выбирать. Вилли понравились красно-белые и они отличаются от тех, которые были в начале. Да, и стекла мы поставим нетонированные. Ведь Вилли собирается участвовать в гонке, а на трассе главное хорошая видимость. Да и если стекла очень сильно затонированы, то за это могут наказать полицейские. Ну что же, после всех этих операций наш Вилли стал как новенький и может продолжить свое путешествие. Вилли находится в подземном паркинге и ему нужно попасть в порт, а далее на пароход, чтобы переплыть на другой берег реки. В первую очередь нам нужно запитать энергией ворота паркинга, чтобы они открылись. Далее нужно хорошенько разогнаться и опля, мы уже в порту. Теперь не спеша осмотримся и подумаем, что нам нужно сделать. Здесь возле берега мелковато и пароход вплотную подойти к берегу не сможет. Значит сбрасываем бочки, они будут нам мостиком. И звоним в колокол, оповещая, что мы готовы. Ну вот, пароход причавил, нам осталось только развернуться и ехать на погрузку. Какие огромные пилорамы, ну ничего, мы подгадаем момент и сможем проскочить. О, только не это, как неудачно мы пробили колесо. Сейчас мы быстренько его подкачаем и поедем дальше. Да, пилорама занимает большую площадь. Так, опускаем бревно, чтобы переехать это озерцо. Ну а далее нам нужно проявить все свое умение в вождении, чтобы не свалиться в воду и не утонуть. Осторожненько сдаем назад, задним колесом нажимаем на кнопку и импровизированный мостик опускается на одну ступеньку вниз. Разворачиваемся с помощью платформы с пружиной и убираем верхнюю подпорку нашего мостика. Ну вот, наконец-то мы на земле, но нам еще нужно добраться до флажка. И эту проблему мы блестяще решили. Вилли замечтался и не увидел знака, который предупреждал, что впереди ведутся дорожные работы. И нам нужно ему помочь сбежать от полиции. Ребята, но вы же понимаете, что нарушать правила нельзя, ведь это может привести к аварии. Но Вилли нужно убежать, ведь если его споймают, он не сможет осуществить свою мечту. Ой, кто это нас догоняет на огромной скорости? Ух ты, это же кортеж президента! Видите, не только мы пропускали кортеж, но и полицейские. И это нам помогло, и у нас получится улизнуть. Последний полицейский отстал, теперь главное нам доехать до очередного флажка. С вами был канал Страна Игриляндия, пока и до новых встреч!